Железная дорога А свое начало этот незаменимый вид грузовых и пассажирских перевозок ведет от великого труженика – паровоза, история которого насчитывает более двух веков. Первый паровоз, повозку на железнодорожном ходу, приводимую в движение паровой машиной, изобрел в Англии в 1803 году Ричард Тревитик. Вначале это был просто аттракцион. На радость публики паровоз ездил по кругу, словно огромная игрушка. Но уже в 1829 году Георг Стефенсен создал свою знаменитую ракету – полноценный локомотив, перевозивший грузы и людей. В 1833 году появился паровоз и в России. Сделали его отец и сын Черепановы на Нижнетагильском заводе на Урале. Паровоз был создан на основе ракеты, но превосходил ее по многим параметрам. Пароворный – так назывался паровоз, 30 октября 1837 года открывший движение по Царскосельской железной дороге – первой в России железной дороге общего пользования. В первой половине 19 века паровозы в Россию в основном возились из-за рубежа. Уже к 1880 году производство паровозов выросло почти до трех сотен и продолжало увеличиваться. В 19 веке основным типом пассажирских паровозов в России последовательно были 1-2-0 и 2-2-0. В последнем относятся распространенные паровозы серии «Б», развивавшие скорость до 70 км в час, составами до 300 тонн, или серии «Д», скорость которых доходила до 90 км в час. На протяжении полутора столетий паровоз становится одним из главных героев развивающейся цивилизации. В начале 20 века русскими инженерами много было сделано в области усовершенствования типов паровозов. На Путиловском заводе были построены оригинальные быстроходные пассажирские паровозы серии «У». На Харьковском заводе – паровозы типа 1-4-0 серии «Ща», в дальнейшем оборудованные пароперегреватели. Сормовский завод в 1911 году построил непревзойденный по тому времени пассажирский паровоз типа 1-3-1 серии «С», который являлся прототипом паровоза «С-У». Самый знаменитый и распространенный паровоз в России до революции – серия «ОВ» – легендарная «Овечка». Полвека каскала она составы, работала на маневрах, а во время войны водила бронепоезда. Сохранившиеся экземпляры «Овечки» – уникальные памятники железнодорожной старины. Луганским заводом в 1912 году был построен мощный грузовой паровоз типа 0-5-0 серии «Э», оказавшийся лучшим из всех применявшихся тогда паровозов. Тяжелое для России испытание гражданской войной вплоть до начала 20-х годов 20-го столетия приостановило выпуск собственных паровозов. Паровозы серии «Э» стали закупать в Германии и Швеции. Но с 1925 года выпуск паровозов был восстановлен. Уже через несколько лет можно было провозглашать собственные рекорды. В 1931 году был создан самый мощный в Европе грузовой паровоз типа 1-5-1 серии «ФД». Паровоз серии «ФД» на испытаниях в 1938 году достиг скорости 178 км в час и стал самым быстрым в СССР. А самый экономичный товарный паровоз серии «ЛВ» имел КПД 9,27%. В период с 1925 года по 1955 год в СССР ежегодно появлялись усовершенствованные или новые модели пассажирских или усиленных грузовых паровозов. Например, в 1925 году Коломенский завод спроектировал и построил новый пассажирский паровоз «СУ», который являлся одним из лучших пассажирских паровозов. Начиная с 1926 года на протяжении длительного периода на паровозостроительных заводах строили усовершенствованные и усиленные грузовые паровозы «ЭУ», «ЭМ» и «ЭР». В 1934 году на Харьковском паровозостроительном заводе был построен паровоз типа 150 серии «ЭСО». Паровозы этой серии строили на различных заводах до 1950 года. Они получили в это время большое распространение. В 1950 году Коломенский паровозостроительный завод выпустил первый опытный мощный пассажирский паровоз типа 242 «П-36», обладающий высокими эксплуатационными качествами. После Великой Отечественной войны самыми распространенными паровыми локомотивами на наших дорогах были паровозы серии «ЭЛ» – знаменитые «Лебедянки», спроектированные на Коломенском заводе в 1945 году под руководством конструктора «Льва Лебедянского». На некоторых линиях с товарными и пассажирскими поездами они проработали до конца 1970-х годов. Паровоз состоит из трех основных частей – котла, паровой машины и экипажной части. Кроме того, в состав паровоза включается тендер – специальная повозка, где хранятся запасы воды и топлива. Твердое топливо – уголь, трава, сланец, торф – забрасывают в топку вручную. На мощных паровозах уголь подают с помощью механического углеподатчика – стокера. Жидкое топливо – нефть, мазут – распыляется в топке-форсурку. Воду в котел качают специальным насосом – инжектором, который решает проблему подачи воды с помощью только энергии пара без каких-либо механических устройств. В топке котла на колосниковой решетке сгорает топливо. Для загрузки топлива в задней части топки имеется отверстие. Для сбора золы и шлака и регулирования подвода воздуха под топкой установлен зольник. В цилиндрической части котла расположены бепанкарные и жаровые трубы. На цилиндрической части установлен сухопарник, в котором размещен регуляторный клапан. Котел современного паровоза оборудован пароперегревателем, состоящим из коллектора и элементов, в которых перегревается пар, полученный в котлетку. Когда машинист с помощью главного рычага открывает заслонку, регулирующую выход пара, он устремляется из котла в паровую машину, состоящую из цилиндра, золотника, поршня и хирующего механизма. Сложная система рычагов, называемых вышлами и яхтами. Эти рычаги, управляя золотником, обеспечивают парораспределение и перемену кода вперед-назад, а также передают усилия от парового цилиндра на колеса, и паровоз перемещается. Золотник дозирует количество пара, которое попадает в рабочую часть цилиндра, и давит на поршень, иными словами, отсекает лишний пар. Экипажная часть — это рама, рессоры и колеса. По ней определяют тип паровоза, так называемую колесную формулу. Маленькие передние колеса, позволяющие паровозу лучше вписаться в кривую на скорости, зовутся бегунковыми или бегунками. Колеса, на которые передается движущий момент от паровой машины, они же перемещают паровоз, называются движущими. За паровым котлом расположена будка паровозной бригады. Управляет всеми процессами машинист. Отопление и смазку осуществляют его помощь, а вспомогательные работы — кочегар. Чтобы машинист мог менять направление движения и регулировать отсечку, на паровозе есть еще один основной орган управления — реверс. На мощных паровозах реверс оснащен гидматическим приводом. Глубокое знание машинистам, как и всей его бригадой, обязанностей и техники своего дела. Непрестанное совершенствование своего мастерства, забота о паровозе, искусное управление им в пути, соблюдение строгой дисциплины — вот от чего всецело зависят долгая служба и безукоризненная работа паровоза. Рабочий день помощи машинистов и кочегара начинается с проверки наличия и пополнения запаса смазки и антинакюпина. Все трущиеся детали смазываются жидкой из ручных масленок и полутвердой смазкой с помощью ручного пресса. При необходимости производится набор угля к рейферным кранам. Затем уголь подбрасывается кочегаром к лотку. В обязанности машиниста входит осмотр топки и наружный осмотр паровоза. Производится обстукивание трущихся частей паровой машины. Помощник машиниста подбрасывает в топку уголь, обеспечивая ее разогрев или рассифонивание. Включает турбину и насос. Поднимают давление пара и закачивают в котел воду. Машинист в это время занимается осмотром экипажа и тендера паровоза. Только теперь можно выезжать на контрольный пост, сделав при необходимости разворот на кубке. Паровоз подъезжает под поезд. Происходит прицепка. Во время следования с поездом необходимо своевременно забрасывать уголь и подкачивать воду. В открытое окно помощник машиниста внимательно осматривает путь и подает сигналы. Вот поезд прибывает на станцию назначения. Паровоз отцепляется от состава и заезжает в депо. Здесь производится набор воды, чистка топки, выброс и залив козолы и шлака из рукава. Паровоз разворачивается на поворотном круге и заезжает на стойло в депо. Рабочий день машиниста и его бригады окончен. Редактор субтитров А.Семкин Обеспечение паровоза в надлежащем рабочем состоянии осуществляется благодаря профилактическому осмотру, промывочному, подъемочному и заводскому ремонту. Промывочный ремонт предназначен для очистки стенок котла, накипи, удаления шлама и устранения отдельных неисправностей и ушлов и далее. Профилактический осмотр пассажирских паровозов осуществляют в два раза между промывочными ремонтами, а грузовых – через 7,5 тысяч километров в проекте. Осмотр поездных паровозов осуществляют в стойле основного депо силами паровозной бригады с привлечением в необходимых случаях слесарей комплексных бригад промывочного ремонта. Осмотр вне поездных паровозов, как правило, производит в пунктах дыхания и пухгеров. Паровоз не может использоваться, пока все обнаруженные неисправности не будут уступить. Культурный, технически грамотный уход и неослабный контроль за каждой деталью – немедленное устранение малейших дефектов, возникающих в процессе работы. Таков стиль попавина. Нельзя не сказать и о значении работы машинистов в эру-паровозостроении. Несмотря на тяжелые условия работы и из-за невозможности рассчитать рациональный режим поведения поезда, работа машиниста-паровоза имела свой престиж. В отличие от тепловозов с электровозами, здесь скорость и качество поездки зависели от многих составляющих. Температуры и давления пара, положение регулятора и реверса, уровня воды в котле и многого другого. Из-за этого ценился практический опыт машинистов, благодаря которому и удавалось осуществлять вождение тяжеловесных поездов с более высокой скоростью. С уходом паровозов авторитет профессии принесло значительный упал. В феврале 1956 года состоялся 20-й съезд КПСС, на котором было принято решение о переводе железных дорог на перспективные методики, дизельную и электрическую. Тепловоз построен рабочими Харьковского завода транспортного машиностроения. Он намного выгоднее, мощнее лучших паровозов и проходит 2000 километров без пополнения запасов топлива. Сотни таких тепловозов поведут тяжеловесные составы по железным дорогам нашей страны. С этого момента были прекращены все работы по проектированию новых паровозов и прекратились поставки отечественных магистральных паровозов. Но выпуск уже находящихся в производстве промышленных и маневровых паровозов продолжался еще несколько лет. В СССР и в большинстве стран с середины 1970-х паровозы почти перестали эксплуатироваться для грузопассажирских перевозок. Но значение и роль паровоза в мировой истории трудно переоценить. Паровоз является одним из уникальных технических средств, созданных человеком. Именно они выполняли основной объем перевозок в 19 и первой половине 20 веков, сыграв колоссальную роль в подъеме экономики целого ряда стран. В мирное время они осуществляли большую часть всех грузовых и пассажирских перевозок. А в военное время паровозы служили основным средством снабжения фронта всем необходимым и поддерживали непрерывную связь фронта с тылом. Сегодня увидеть натуральные образцы былых локомотивов можно лишь в музеях, а действующий паровоз разве что в составе ретро-поезда для туристов и любителей железных дорог или при проведении пробных обкатов. Каждый раз, когда звучит его свисток, невольно оживает в воображении великая традиция паровой тяги, составляющая особую страницу всей истории цивилизации. Паровозы продолжают приносить пользу человеку. Их используют как передвижные котельные на промывке и пропарке вагонов. Небольшая часть оставлена в резерве на случай химопитического кризиса. Ведь паровоз может отопливаться порой совершенно немыслимыми видами топлива, например, сырыми осиновыми травами. А в годы гражданской войны случалось, использовали сухую вогу. Ремонт паровоза стоит значительно меньше, чем тепловоза или электровоза. Гораздо дешевле, чем электроэнергией и солярка находятся и дым и мазуха. Изобретение паровоза перевело ритм жизни на совершенно новый уровень. Понятие скорости приобрело видимые очертания. Время стало подвластно инженерной мысли. Прыжок из мира путешествий, длившихся месяцами, в мир, где километры превращаются в часы, открыл невероятные возможности путешественникам, исследователям, военным и рабочим. Вне зависимости от класса, сословия и количества средств, скорость, словно константа, остается единой для всех и каждого. Вслед за скоростью появилась мощность и сила, которые стремительно рвутся вперед. От паровоза 19 века до сегодняшнего электровоза в последнем отеле проливли рельсы длиною два столетия. И именно паровоз задал начало этому. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok